Личность задержанного Сергея Помазуна интересует не только следствие. Чем занимался этот человек? Почему пошел на чудовищное преступление? Некоторые подробности биографии в материале Татьяны Красиковой. После чудовищной трагедии у многих не укладывается в голове, как человек мог так безжалостно расстрелять шестерых. Сергея Помазуна знакомые характеризуют как самого обычного и ничем не примечательного. Первая учительница говорит, что он был тихим, неприметным троечником. В классе были непоседы, но Сергей плохим поведением не отличался. Известно, что до девятого класса он учился в 42-й школе Белгорода. Я бы сказала, что он был скромным человеком. Я никогда бы не подумала, что так могло бы произойти. В последнее время он здесь не живет, но как бы не было его видно. Парень да парень. И все. Больше такого ничего не знал. То есть обычный человек? Да, обычный человек. Уже взрослая биография подозреваемого куда ярче. В 2003-м был осужден за кражу. Приговорен к двум годам условно. Но урока из этого Помазун не излег. Уже в 2005-м был осужден по той же статье. Через три года снова оказался за решеткой. Обвинение было предъявлено по двум статьям. За кражу и применение насилия в отношении представителя власти. В конце 2012-го вышел на свободу. Именно после этого, как говорят соседи, в его поведении появились странности. Я думаю, вот так его погубила тюрьма. Психку надорвала ему. Мне его жалко. Мне вот его. Мне жалко тех людей. Мне его жалко. Он вырос ребенок. Мы сюда переехали, когда они в первый класс пошли. 25 лет вот мы тут живем. Он в одном классе с моей дочкой учился. И это... Хороший мальчик. У него наблюдались отклонения. И лично я боялась ходить по подъезду. И дети. Тут вот школьницы. Мы боялись уже мною. Теперь имя Сергея Помазуна знает вся страна. Дальнейшую судьбу белгородского стрелка определит суд. Если его вина будет доказана, не исключено пожизненное заключение. Следователям предстоит провести кропотливую работу. Татьяна Красикова, Данил Андреев. К этому часу. Белгород.